Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели! Это очередная программа из цикла «Мастера». Вы, вероятно, слышите иностранный язык, и это не случайно, потому что сегодня у нас в программе «Мастера» мастер международного класса, всемирно известная звезда, любимый многими и многими нашими слушателями, испанский певец Рафаэль. Буэнос тардес, дон Рафаэль! Буэнос тардес, буй бэнос тардес! Добрый вечер! Добрый вечер! И я очень рада Вас видеть и понимаю, как мне завидуют миллионы наших слушателей. И я принадлежу к тому поколению, которое видела Ваш фильм. Пусть говорят, я подумала о том, что, наверное, не случайно вы родились весной. Вы родились весной. Вы 5 мая. Вы 5 мая. 5 мая. Да, 5 мая. Потому что Вы человек... Потому что Вы человек... Потому что Вы человек... ...которого видишь, и сразу же возникает ощущение весны. ...это не лис. ...это не лис. И ты 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 лис. Лис. Это существо, которое всеми ногами крепко стоит на земле. Очень трудолюбивый. И очень артист. И художественно одарённый. Я не очень верю во все эти вещи. Но, тем не менее, я именно такой. Вы начали петь в 3 года. 4. 4. А в 9 в Зальцбурге, в Австрии, ваш голос был признан лучшим в Европе. И в единство вещество импанировано в Голос Европе. И на Австрии, в Сальцбурге. Так именно так. В Австрии, в Сальцбурге. Вы помните это ощущение, мальчик? В Голос Европе. Я прекрасно помню об Голосе. Но для меня тогда это было что-то вроде игры. Когда меня туда привезли из Мадрид. Это было очень развлекательно, для меня интересно, я был с другими ребятами. Там был целый хор, там было около 40 человек. И я был первым голосом, но я был самым младшим при этом. Для меня это воспринималось как игра. Я никогда не мечтал получить эту премию, этот приз, я, в общем-то, не слишком работал для этого. Не особенно старался, это само так получилось, и было как удовольствие, развлечение для меня. Вы, наверное, больше играли в футбол в это время. Ну, я бросал камни. А, понятно. Камешки. У нас было что-то вроде чемпионата, улица на улицу, мы бросали камешки. То есть, в футбол в то время был еще не таким популярным как сейчас. Ну, мы играли в такие, ну, плитки. У нас тоже что-то. У нас тоже что-то. У нас тоже что-то. Типа монетка. Да, бросали монетки. Бросали, да, бросали монетки, бросали плитки специальные. Но мне больше всего нравилось играть в театр. И у порога нашего дома около крыльца я делал такую небольшую сцену и представлял перед своими друзьями. Ну, я всегда говорил заранее что когда я закончу вы должны очень громко аплодировать. Вот почему у вас потом всю жизнь просто преследует аплодисменты. А, это это, потому что твоя жизнь просто преследует от аплодисментов. Аплазусы. — Пусть быть, может быть. Я помню что-то в Москве. И бывают свои концерты в Москве. И конечно, было не такое фильмы. И claro, они помнят весь фильм, что хlingt все потому что говорят. Практически, это было невозможно сделать тратки. Управьи тейкера. Было время делать кола. — Вообще, я не понимаю, почему она не называется. но мне всегда было непонятно почему же не показали другие фильмы, больше фильмов нам тоже это было непонятно ну, будем надеяться жизнь еще не кончится todavía hay tiempo да именно так еще время есть и кстати, в этом фильме вы ведь не только пели, вы же были артистами а proposito, в этой фильме вы не только пели, вы же были артистами не только пели, вы же были артистами но и также актера да, конечно и дали, что я пришел Dr. Jekyll и Мистер Хай в театре и кроме того, я еще исполнил главную роль в мюзикле Dr. Jekyll и Мистер Хай в театре и в следующем году или возможно через год я собираюсь сыграть в мюзикле Serrano de Bergerac ух ты ну вообще игра в мюзикле это особое мастерство да, это очень трудно но вот в случае с Мистером с Джекилом и Хайдем я себя чувствую как рыба в воде и действительно мы все где-то в чем-то Джекил и Хайдем в одном лице и девизом этого спектакля проходила как бы такая тонкая тонкая линия между добром и злом которую нам приходилось все время пересекать в ту или иную сторону и приходится и hasta ahora lo seguimos haciendo да, даже не отдавая себе в этом отчет мы это делаем но у вас был еще один опыт вы вели телевизионную передачу мистер жилой это была радиопрограмма это называлось Рафаэль Шоу для радиостанции Serr и продолжалась эта передача в течение 26 недель и я туда приглашала самых выдающихся европейских артистов и Наталья она сотрудничала тоже со мной ваша супруга известная журналист да, известная журналистка но более чем журналистка она скорее писательница и у нее много книг вот видите, как интересно как хорошо, что вы пришли мы много узнаем 49 платиновых дисков но для меня платиновые и золотые диски представляют главным образом признательность и нежность публики по отношению ко мне да а что такое символические ключи от Нью-Йорка Лос-Анджо с Чикаго и Майами это действительно ключи вместо того, чтобы награждать меня какой-то медалью премии в виде медали то мэр города обычно обращает мне вот этот ключ это символический предмет который на самом деле ничего не открывает но тем не менее это признательность публики еще раз подчеркиваю это символизирует признательность публики и я также являюсь обладателем титула приемный сын Мексики приемный сын Канубе Севилье и все эти звания означают одно и то же нежность и признательность публики а вот на ваш взгляд отличается публика в разных странах и в разных странах и в разных странах да и нет возможно может быть когда ты смотришь со сцены в первые 10 минут они кажутся мне разными ну в разных местах в разных странах но через 20 минут практически все становится унифицированным и публика реагирует практически одинаково находишься ли ты в России или в Нью-Йорке а может быть в Мексике или в Испании одинаково а в конце уже абсолютно одинаково везде а вот все-таки вы когда выходите на сцену как ты себе представляете своего зрителя слушать унифицированным вот я как бы выхожу на сцену и впереди меня как бы ничего нет и с другой стороны есть все и ничего и все и когда зажигается свет и все люди встают на ноги приветствуют стоя это очень волнующе это потрясает это вот то видение которое возникает у артиста в отношении публики вот в этот первый момент и это просто ни с чем не сравнимо потому что в конце концерта понятно что люди как бы хлопают тебе потому что они благодарят тебя за проделанную работу но когда ты выходишь только на сцену в начале концерта и люди стоят на ноги и хлопают тебе Это потрясает. Это хорошо, а в 5 минутах. Она говорит, ну, они аплодируют, может быть, не минуту, а даже 5 минут. И я ей говорю, нет, а в 5 минутах, нет. Думаю, а в 10, а в 15. Думаю, нет. Ни в 10, ни в 15. А в 50. А я сказала ей, нет, это ни минута, ни 5 минут, ни 10 минут. А это продолжается вот уже 50 лет. Они как бы выражают мне свое мнение. Если вы не возражаете, мне бы хотелось вернуться к театру. Судя по всему, театр играет какую-то особую роль в жизни вашей. Может быть, есть театры, которые на вас произвели особое впечатление. Может, есть театры, которые у вас произвели особое впечатление. В какой-то стране. Собенно в мою самую первую гастрольную поездку. Я помню, ну, я знаю, как я был в Мэдисон Скоррергарден. В первый раз всегда вспоминается. В первый раз когда я был в Мэдисон Скоррергарден. Или, например, в первый раз в Карнаги Холк. Или в театре, в художественном театре в Мексике. Или в оперном театре в Сидне и в Австралии. В Олимпии, в Париже. И первый раз, когда я приехала в Россию. Всегда первый раз. Оставляет впечатление. И тебе всегда приятно снова посетить эти театры по прошествии какого-то времени. Это все равно, что вернуться домой и как бы прийти в гости к старому другу. В этом году вы поете в Кремле. И насколько я знаю, вообще уже билетов нет. И я практически, las entradas están агутadas. Es una suerte enorme para mí. Это большая удача для меня. Это означает, что моя творческая карьера уже такая долгая. Es muy difícil encontrar un artista con un bagaje de 50 años. Это довольно сложно найти артиста, певца, который бы имел такой большой творческий багаж. И который оставался бы интересным для людей при этом. В Кремле поют артисты, имена которых известны во всем мире. И на сегодняшний день Россия стала открытой страной. И на сегодняшний день Россия. И на сегодняшний день Россия. И поэтому нас уже трудно кем-то удивить. Я надеюсь, что мой завтра не канцет. Я надеюсь, что мой завтра не канцет. Да. Моя большая ночь. Esta «Дига-ли-ди-ган». Одноименная песня «Пусть говорят». Esta «Акварела-дел-рё». «Акварели-реки». Esta «Моя hermano». «Мой брат». А кто будет еще на сцене, кроме вас, если можно открыть такой секрет? Музыканты, с которыми вы выступаете как правило? Музыканты, с которыми вы выступаете как правило? Музыканты, с которыми вы выступаете как правило? Музыканты, с которыми вы выступаете? И многое то, что я пытаюсь изображать своим голосом, навеяно какими-то мотивами симфонической музыки. И кроме классической музыки, мне также очень нравится народная музыка. Народная музыка каждой страны, которая часто бывает, имеет между собой много общего. Музыка – это такая универсальная вещь, которая принадлежит всем. И бывают такие моменты, что кажется, ты слушаешь андалузскую музыку. Слушая другую музыку, тебе кажется, что ты слушаешь андалузскую музыку. Музыка не имеет границ. И она как бы по воздуху перелетает из страны в страну, не имея границ. Это так, это правда. Это так, это правда. А скажите, пожалуйста, вы можете назвать тех мастеров, у которых вы учились? Да. И, наверное, является другая ноябия. Учиц, профессиональная. Анастик. Да, да. ВForm… Рfeю… Да, да. В ever hace Esfн ärл Jusho. Моди Народин GoPro импорт международным временем61 citation. Вопросы. Вопросы. Вопросы альдриажа с альренд ЮнскаMP, Оле � centimeter с моплентом hoffeатса. ant говорить о том, что ск��도록ay ваши 재�poundу. Беко, Жильбер Беко и Дит Пиаф. Многие, многие. Домини Комадуньо. Домини Комадуньо, да. Мина. Мина, роскошная мина, да. Да, вот смотрите, мина. Вроде бы она не появляется. Да, действительно, так и должно быть. Потому что она великолепна. Очень хорошая. Вот у вас тур, да, который начался в 2009 году. 50 лет на сцене. 50 лет на сцене. 50 лет на сцене. 50 лет назад. Да. Есть ли какие-то страны, которые вы не попадаете по каким-то причинам? Есть ли какие-то страны, которые вы не посетите с концертами по каким-то другим причинам? Нет, не по каким-то причинам. Есть ли какие-то причины, чтобы вы посетить все или иные страны? Но мой тур, как правило, включает страны расположенные на различных континентов. Но агентства, с которыми я работаю, они практически иногда заставляют повторять визиты в одни и те же страны по нескольку раз. Ну, это потому что вы этих странах, вы особенно вас требуете. Конечно, конечно. Конечно. Вот, если я не ошибаюсь, вы должны уделять какое-то особое внимание, вот я смотрю на вас, я это вижу, костюму, костюму, сценическому костюму. У меня всего один костюм. Muchas veces repetido. Он, конечно, много раз, так сказать, возобновлялся, но костюм всегда один и тот же, черный. Вот в этом новом концерте, в котором я сейчас выступаю, я использую три разных сценических образа. Потому что я исполняю песни в трех разных стилях. Но мой черный костюм, он всегда со мной. Но мой черный костюм, он всегда со мной. Но я вам гарантирую, что он новый. Нет, а почему черный? Вы отдаете предпочтение этому цвету? И почему черный? Вы отдаете предпочтение этому цвету? Почему? А почему нет? А почему нет? А почему нет? Вопросы? Нет, нет. El negro no distraе al público. Черный цвет, он не отвлекает к публику. Он хорошо сочетается с освещением сцены. И, sobre todo, потому что в зеленом цвете, например, себя не представляю. Это говорит просто о вашем очень хорошем вкусе. Потому что... Мы можем предположить, что у вас очень хороший вкус. Очень хороший вкус. Потому что... Не знаю. Стараюсь. Я часто хожу на различные спектакли, вижу своих друзей в разных спектаклях. Но я это делаю не для того, чтобы посмотреть, что они делают хорошо, а чтобы посмотреть на то, чего делать никак нельзя. Потрясающе. Вот такого я еще не слышала. Это надо взять на вооружение. Не надо идти и смотреть спектакль для того, чтобы копировать то хорошее, что делает артист. Но когда ты видишь, что он запускает какие-то ошибки и делает что-то не так, я себе говорю, нет, вот этого нельзя делать никогда. Это очень хорошая школа. Нет, вы правда вызываете только восхищение. У тебя, так сказать, вы получаете очень удивительность. Это правда. Мы продолжаем программу Мастера. И сегодня у нас в гостях известный испанский певец Рафаэль. Нам помогает в нашем разговоре прекрасный переводчик Галина Соколова. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я хочу вам сказать, мне надо было это сказать в самом начале, что эту программу слушают во всем мире. Потому что наша компания вещает на 58 стран. И на стольких же языках. В разных языках. В 58 языках. Если вдруг у вас есть желание кому-то передать привет из своих близких. Если у тебя есть желание, вы где-то это software быnaire, чтобы помочь у вас будут здоровы. Ну, может быть, это друзья. Вreatно. Вы можете aprovechar по-другому. Ну, вот, у вас есть ображания для всех. Всех желаю. Всех, всех, анимаю. Всех, всех. Всех, с вами. Всех, все, всё. Потому что друзья у меня есть практически близкие. Нет, думаю. Ну да, думаю. Как вы, в по-анее. Что такое договор? Что значит «amigo»? Но я знаю, что это такие люди, которые бы сделали для меня всё. И также и я для них. У нас в русском языке есть такое понятие. Дружба, понятие круглосуточное. Вы согласны с этим? Вы согласны с этим концептом? Как вы готовитесь перед концертом? Я знаю артистов, которые молчат весь день до этого. Или выпивают немножко коньячку. Но я тоже предпочитаю в этот день молчать. Я разговариваю знаками, общаюсь с жестами. То есть вот именно в день концерта. Присусловно, в день концерта. Да. Но дело в том, что в моем случае иногда концерты бывают каждый день. И тогда получается, что я не разговариваю в течение очень долгого времени. Менос mal, что у меня есть прекрасная семья, которая всё это терпит. У вас трое детей. Устёй тьме трёх детей. Трёх. Трёх. Да, трое. Мальчик, девочка. Двое мальчико и одна девочка. Чико, чико, чико. Син, затем дочь и затем ещё один сын. Как по заказу. А, ну, как бы если бы у меня был специальный педит. Педит специальный педит. Да, специальный педит. Они пьют. Они пьют. Они пьют. Они пьют. Они пьют. Лос два парня, лос два девочка, bastante bien. Два мальчика достаточно хорошо пьют. Ла ниўа пинта муй бен. А девочка хорошо рисует. Понятно. Име такую маму и такого папа обязательно не паете в искусстве. и у них действительно есть артистическая А есть ли такие артисты на спектакле или концерте которые хотели обязательно побывать? Bueno, que usted quisiera ir obligatoriamente a ver sus espectáculos, que no sin poder prescindir de ver sus espectáculos, hay artistas de esta categoría Había Были такие артисты Ответ исчерпывается Я te he dicho que yo suelo ir a ver lo que no se debe hacer Что я обычно хожу, чтобы посмотреть на то, чего не надо делать О, так по-моему сейчас как раз то самое время Pues ahora estamos a tiempo Ahora estamos a tiempo Трудно найти у Elvis Presley то, что не надо делать Ну, ну, по-моему сейчас Но не дожди, сейчас. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Есть много людей, сейчас, конечно, которые очень хорошо cantают. Но надо признаться, несмотря на все сказанное, сейчас также есть много артистов, которые работают очень хорошо. Я говорю несколько другого понятия, которое можно определить словом «artист». Вы в это вкладываете нечто высокое. Да, слово «artist», это самое прекрасное, что есть на свете, быть артистом. Ну, я вам хочу сказать от души и от имени всех наших слушателей. Вы артист. И это правда. Я думаю, мы еще раз это увидим на нашем концерте. И, конечно, очень жалко, что мы не можем посмотреть мюзиклы с вашим участием. Мы не можем посмотреть мюзиклы. Кто знает. Кто знает. Я очень молодой. Я еще очень молодой. И публика очень терпелива. Кто знает. Публика очень терпелива, потому что она вас любит. Это, во-первых. А во-вторых, артист возрастом не определяется уровень артиста. Даже скорее наоборот. Даже скорее наоборот. Я хочу оставаться артистом. Я хочу, чтобы вы продолжали быть артистом. Очень рад. Собственно, вы уже иначе не сможете жить. Я не могу жить. Я не могу жить. Я не могу жить. Я очень сильно боюсь. Я уже не смогу. И это на нашу радость. Спасибо. Спасибо вам большое. Успешного концерта и успешных концертов дальше. На самых разных концертов мира. И счастья вашей семье. И пусть ваши дети добьются таких же успехов. Как их папа. Каждый в своем деле. Каждый в своем деле. Спасибо. Всего доброго. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что это была очередная программа из цикла «Мастера». И сегодня ее героем был звезда мирового уровня, известный испанский грец Рафаэль. Нам помогала в нашем разговоре переводчик Галина Соколова. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. И мы будем уйти в следующую неделю. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова